Украина превратилась в оружейный базар. Все что угодно, как выяснили британские журналисты, можно получить оттуда контрабандой, вплоть до гранатометов и мин. Особым спросом пользуется АК, оружие террористов номер один. Хозяева смертоносного бизнеса даже рекламируют, последние два года, дескать, автомат Калашникова лучше всего продается в Европу. А еще, говорят, мы привезем столько оружия и боеприпасов, сколько захотите. Все это удалось выяснить репортерам Sky News, когда они выдали себя за покупателей. В Румынии точки транзита, из которой уже дальше контрабанда переправляется в Западную Европу и на Ближний Восток. Олег Кузьмичев подробнее. АК-47 по 1700 евро винтовки отдают за тысячу румынские контрабандисты. Приняв журналистов Sky News за покупателей, охотно рассказывают, какое оружие, а главное, кому они готовы поставить. Возможно, что это оружие попадет в руки так называемых террористов. Не все равно, кому я продаю. Если у покупателей есть деньги, я продам любому. Месяцы переговоров под видом возможных покупателей и журналистам назначают встречу в дебрях румынских лесов. Продавцы скрывают лицо, но охотно демонстрируют, как можно управиться с автоматом Калашникова одной рукой. Все оружие, по словам торговцев, с Украины. И то, что показали журналистам, всего лишь, как говорят, витрина. Достать и привезти можно гораздо больше, сколько угодно. Террористы могут получить доступ к этому оружию как в Западной Европе, так и на Ближнем Востоке. Также оно может попасть и в распоряжение боевиков ИГИЛ. Этот маленький грузовик, который вы видите, набит оружием для продажи. Поставлять его, возможно, кому угодно, в том количестве, в котором оно потребуется. Причем продавцы знают, что те же АК-47 пользуются большим спросом у террористов. А учитывая, что Румыния, часть Большой Европы, это оружие действительно может оказаться в любой стране Европейского Союза. Границы с Европой расположены всего 21 мили от нас, от канала. Мы тщательно прорабатываем возможности любой угрозы, которая по-прежнему сохраняется и в Соединенном Королевстве. Продавцы рассказывают, у них узкая специализация – огнестрельное оружие. Если нужно тяжелое вооружение, они могут свести с другой бандой, которая поможет раздобыть и мины, и гранаты. И на это предложение есть спрос. Последние два года, говорят торговцы, продажи растут. То, что из Украины идет большое количество оружия, и не только, причем, стрелкового, вы знаете, и тяжелой техники, и факты, это были ни для кого не секрет. Наверное, секрет только для общественности Европы. На черный рынок чаще всего попадает неучтенное оружие. И здесь Украина, где до сих пор после государственного переворота разоружились не все, как раз и может стать главным поставщиком для румынских контрабандистов. Тепочку можно продлить еще дальше на восток. Давно известно, что, к примеру, на турецко-болгарской границе действует целая сеть проводников, которая поможет попасть из Европы в Турцию, а там уже и до Сирии недалеко. Основным заказчиком в этом ряду, конечно, будут террористические организации. И исключать того, что оружие, таким образом попавшее на европейский континент, не используется во время проведения террористических актов на территории Евросоюза, конечно, нельзя. Пока нельзя доказать прямую связь терактов в Бельгии, Франции, Германии с поставкой оружия из Украины. Но если расследование наших британских коллег заставит расшевелить европейских силовиков, возможно, это станет шагом к раскрытию терактов, случившихся в Европе за последние два года. А политики в Брюсселе еще раз подумают, для кого они собираются открыть свои границы. Олег Кузьмичев и Елена Калинина, 5 канал.